Время новостей на Арктик ТВ в студии Дмитрия Роха. Здравствуйте! И вначале пару слов о главных темах этого выпуска. С короной или без? Как это было уже весной и летом текущего года? Глава региона о вакцине, пандемии и ограничительных мерах. Откосить не получится. На сегодняшний день медицинским имуществом военные комиссариаты укомплектованы. В области стартовал осенний призыв. Почти как в матрице. Это, во-первых, знания, которые ребята получат. Чему научат начинающих программистов Яндекс.Лицей. Мусор во дворе и подъезде. Разбитые грязные окна и обшарпанные стены. В таких условиях живут люди в бывшем общежитии на улице Олега Кашевого 3. Рассказать о своих коммунальных бедах они решили нашей съемочной группе. Ну вы же мне обещали, что в субботу придёте и будете мыть подъезды. Вчера мыли подъезды. У нас подъезды вы вчера мыли? Наши? Ребята мыли, да. Такой разговор состоялся между квартиросъёмщиками общежития на улице Олега Кашевого 3 с представителем управляющей организации. В конторе заверили, что уборка в доме производится регулярно. Но так ли это на самом деле? Горы мусора на улице, подоконниках, полах подъезде, немытые окна и стены. Вот что встретило нашу съемочную группу, когда мы зашли в общежитие. Подъезды не моются, не подметаются. Мусоропроводы, вот, постоянно звоним. Мусоропроводы, как дворник ушёл, неделю у нас мусоропроводы вообще не убирались. Мусоропровод был забит до пятого этажа. После того, как мусоропровод в доме забился, жители стали оставлять свои пакеты с отходами на подоконниках и полах. Такие антисанитарные условия спровоцировали появление тараканов и крыс. А ещё это ужасный запах, который, впрочем, выветривается через разбитые в подъезде окна. Пожалуйста, посмотрите, как мы живём, как бичи. Ни разу они окон не помыли. Ни разу. А по идее должны, да? По идее, последний раз в марте месяца, 15 марта я помыла. Я плачу кварплату, извините, я ещё буду по идее смыть. Как заверили жители, за все услуги управляющей компании они платят исправно. Но делать это с каждым месяцем становится всё сложнее. Счёт растёт чуть ли не в геометрической прогрессии. Платила у меня было 758 рублей, я платила 89 копеек. Ладно. Потом приходит квитанция за май месяц. Вот у меня пришла квитанция 5,370. Со своей проблемой обеспокоенные жители куда только не обращались. Но никакие меры по решению вопроса приняты не были. На данный момент мы уже достаточно много обращений отправили, проводились какие-то проверки. Но на данный момент вы видите, что работа никакая не ведётся, и всем, по сути, наплевать. Хочется надеяться, что ситуация в этом доме поменяется в лучшую сторону. Если этого не случится, то в планах собственников решать проблему с управляющей компанией через суд. Впрочем, если задуматься, то жителям ничего не мешает выносить за собой мусор в ближайший контейнер, а не на площадку подъезда. Да и окна здесь вряд ли разбили случайные хулиганы. Как говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но кто мы, чтобы утверждать? Никаких досрочных каникул и новых ограничений из-за пандемии. Так коротко можно охарактеризовать брифинг по эпидемической ситуации, который состоялся в правительстве региона. Но обо всём по порядку. И прежде всего, об актуальной статистике заболеваемости. Шаблонная фраза, которую мы используем для ковидных сводок на момент подготовки выпуска новостей, в регионе выявлено 93 новых случая заболевания COVID-19, уже утомило многих телезрителей. Да и под подписью брифинга по эпидемической ситуации в области больше дизлайков. Но можно сколько угодно злиться и роптать на губернатора, Роспотребнадзор, медиков. Действующие ограничения ситуация не изменится. Если ходить без маски, сжаться к соседям по очереди, вирус победить не удастся. В наших силах постараться эти риски минимизировать. В наших силах, я имею в виду всех тех, кто живёт, работает и гостит на территории Мурманской области. И для этого нужно соблюдать очень простые меры предосторожности и безопасности. Давайте мы все на это обратим особое внимание для того, чтобы не понадобилось вводить какие-то ограничения, как это было весной и летом текущего года. Рейды по контролю того же масочного режима будут организовывать чаще. Но каждому контролёру не приставишь. Поэтому Мурманская область готова к разным сценариям развития пандемии. Участники брифинга подчёркивают, в случае ухудшения эпидобстановки коек в больницах хватит на всех. А вот дополнительных ограничений не будет. И даже школьники не уйдут на каникулы досрочно. Некоторые классы, как, например, в седьмой гимназии, закрыли из-за сезонной вспышки ОРВИ. Мы не видим необходимости какие-то ограничения вводить. Мы видим лишь необходимость ужесточать контроль за соблюдением введённых уже ограничений. Поэтому много вопросов в социальных сетях и в обращениях, в том числе на горячую линию, идут на предмет школьных каникул. Значит, никаких планов по досрочным школьным каникулам их нет. То есть мы не планируем это делать. Более того, благодаря введённым фильтрам, санитарным фильтрам в учебных заведениях, нам также удаётся пока обеспечить там достаточно стабильную ситуацию. Когда-то коронавирус был лишь эхом, страшилкой, разнёсшейся посредством массовой информации. Болезнь многие верили с трудом, спрашивая друзей и знакомых. А вы знаете тех, кто болел? Сейчас, когда некоторые из близких перенесли корону, а кто-то, увы, уже не выдержал тяжёлой болезни, рассказы о масштабах трагедии уже не кажутся выдумкой. Летальных исходов у нас хоть немало, 218, но это меньше, чем показатель в целом в Российской Федерации, уровень на количество заболевших. И показатель гораздо ниже, чем по северо-западу. Если мы говорим про темп регистрации заболеваемости, он достаточно небольшой, вырос на 0,6%. Мы уже сейчас говорили о том, что наша система здравоохранения полностью готова для приёма больных. А вот мобильный госпиталь в Мурмашах планируется свернуть в ближайшее время. Медицинское оборудование будет распределено по лечебным учреждениям региона для наращивания их мощности в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сама конструкция будет сохранена и в случае необходимости сможет быть использована. Немалую надежду на спад заболеваемости даёт и вакцина от COVID-19. Пока в регионе привили от коронавируса только врачей, работающих на передовой борьбы с болезнью. Что касается меня лично и прививки, я считаю, что прививку нужно делать перед тем, как прививка была поставлена на территорию Мурманской области на этапе тестирования этой прививки в рамках исследований. Ваш покорный слуга в Москве эту прививку сделал. Чувствую себя хорошо, без каких-либо последствий. И только после этого мы запросили прививки на территорию Мурманской области. Поэтому очень надеюсь, что и те, кто прививаются, тоже никаких последствий для этого иметь не будут. 5 октября в Мурманской области начнётся второй этап исследования среди населения региона на популяционный иммунитет к вирусу. На первом этапе в августе в анализ исследования были включены данные от 3117 человек. Кровь сдавали и дети, и взрослые. Конечно, пандемия забирает значительную часть внимания на себя. Но в повестку дня всё также входят и привычные темы. Такие как сельское хозяйство, любительская рыбалка и промышленное рыболовство. В Мурманске состоялась встреча представителей Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Депутаты обсудили вопросы, которые планируют решать в кооперации. Парламентская ассоциация Северо-Запада России – это объединение законодательных органов 11 регионов, созданное для того, чтобы вместе решать возникающие проблемы. Представители ассоциации регулярно встречаются на конференциях по самым разным темам. Вырабатывают общие решения, а затем сообща представляют их в федеральные органы власти. Вы же понимаете, что если один регион выступает в законодательной инициативе, то он так тяжело его воспринимает и услышит, чтобы он продвинулся в законопроект, в стенах Государственной Думы, Совета Федерации. А если мы работаем на комитетах, потом конференции, конференции, рваты предложений и наши законопроекты, мы отправляем в Совет Законодателей, при Совете Федерации и уже полностью согласованная позиция получается по тем законопроектам, как нашего парламентария Северо-Запада и на то, что рассмотрено на Совете Законодателей, оно уже более весомое. В Мурманске состоялось заседание Комитета ассоциации по вопросам сельского хозяйства и рыбопромышленной отрасли. Вопросов, беспокоящих жителей Северо-Запада России, много. В том числе это развитие сельских территорий и закон о любительском рыболовстве. Так, например, на вылов рыбы для жителей прибрежных населенных пунктов действует меньше запретов. При этом само понятие прибрежного населенного пункта в законе не утверждено. Мы же знаем о том, что исконные поморские деревни, они находятся не в прибрежной зоне, они находятся в нескольких километрах на берегах рек, которые потом выводят, и допустим, там в Белое море. Мы сейчас говорим о северном бассейне. Соответственно, они выпадают из этого закона. Это нужно включать. Также возникают вопросы к программам субсидирования сельскохозяйственных предприятий. Сегодня требования к фермерам такие, что маленькие компании не могут выполнить нужные условия для получения финансовой поддержки и рискуют закрыться. У нас компенсирующую, естественно, часть получают все 100% предприятий. А с введением с начала 2020 года новой системы предоставления субсидий, стимулирующую часть субсидий на единицу продукции, 57% предприятий не получают. То есть, а это, как правило, сегодня в сельской местности предприятия, где одно единственное предприятие на территории является работодателем. И, естественно, при снижении государственной поддержки есть риск даже потерять эти предприятия вообще. Для Мурманской области отдельный интерес представляет закон, разрешающий рыбакам-любителям продавать свой улов. Мы хотели бы и предлагали, чтобы как в законе об охоте они становились собственниками этого ресурса и смогли продавать их выловленную рыбу организациям, которые будут перерабатывать, реализовывать или еще что-то. И вот одно из этих предложений я сегодня передам нашу ассоциацию Северо-Запада для того, чтобы попытаться вот этот вопрос решить. Несмотря на то, что традиционно сельское хозяйство на Севере представлено слабее, чем в средней полосе, уделять внимание ему необходимо больше, считают участники заседания. Благодаря ему регион сможет обеспечить себя и молоком, и мясом, и рыбой. Если говорить о, например, нынешней реализации федерального закона, который был принят касательно школьного питания, горячего питания, то я думаю, как раз вопросы развития агропромышленного комплекса на территории Мурманской области как раз и будут важным моментом для решения поставленных задач в образовательных учреждениях. Пробудут в Мурманской области парламентарии Северо-Запада несколько дней. Помимо встреч с коллегами, в программе визита – знакомство с регионом. В том числе депутаты планируют посетить недавно открывшийся в Коле рыбоперерабатывающий завод. Многие школьники мечтают стать депутатами. Но, к счастью, находятся среди ребят и те, кто грезят технологиями. Будущие программисты теперь учатся в Яндекс.Лицее. В Мурманске открыли целых два места для бесплатного обучения школьников языку цифр Python на базе МАГУ и в Центре управления регионом. Подробности далее. Восьмиклассник Лев Дурягин учится в Мурманском политехническом лицее. Программированием увлекается давно. И когда узнал, что в Мурманске открывается курс дополнительного образования от Яндекса, сразу подал заявку на участие. Я прошел к протестированию на сайте. И поступил, потому что интересна тема информатики и программирования. У меня в школе профиль информатическо-технический. И до этого ходил еще в Апландию на IT. Лев вместе с остальными будущими айтишниками будет два года дважды в неделю заниматься программированием. Всего на базе Центра управления регионом теперь обучаются 24 школьника из 8 и 9 классов. Параллельно также открылся курс Яндекс.Лицея в МАГУ. Там обучение проходит 29 учеников. Это, во-первых, знания, которые ребята получат. Они приближены к жизни и к современным реалиям и условиям. И, соответственно, они могут получить некие преференции при поступлении в ВУЗ. Преподаватели в лицее Мурманске и были отобраны лично сотрудниками Яндекса. Важно отметить, что курсы бесплатные. Такие школы поисковый гигант открывает по всей стране, чтобы дать молодому поколению возможность обучиться IT-технологиям по современной системе. На самом деле Яндекс действительно делает, ну, скажем так, разработал методологию и действительно в России открывает подобного рода площадки по регионам. И, соответственно, мы тоже вышли с ними на контакт в рамках соглашения, соответственно, обсудили возможность открытия такой площадки у нас в регионе. То есть это уже наработанная качественная технология, которая позволит нам, ну, быть, скажем так, в тренде и международном, и в тренде и по Российской Федерации. Поэтому, конечно, всегда хорошо делать какие-то проекты вместе с сильным квалифицированным партнером. А компания Яндекс как раз таким партнером и является. Сейчас классы полностью сформированы и дети начали обучение. Но планируется, что на следующий год школьники, заинтересованные в таком образовании, тоже смогут поступить в Яндекс.Лицей. Нужно только дождаться нового набора. Лучших студентов и аспирантов Мурманска в преддверии Дня города наградили стипендиями. Учащиеся смогли доказать, что им вполне по силам сочетать успешную учебу вместе с активной общественной жизнью. 37 мурманских студентов и двое аспирантов получили награды из рук главы Мурманска Андрея Сысоевой и главы администрации Евгения Никоры в преддверии Дня города. В качестве поощрения ребята будут получать в течение года специальную стипендию. Мы хотели бы, чтобы вручение этих стипендий продолжало эту работу, которую мы сейчас начали в рамках стратегии «Науш-Мурманс-2030», чтобы уже сейчас не только задумываться о будущем, но ковать это будущее вместе с такими замечательными, талантливыми ребятами. Право на выплаты получили как обучающиеся вузов, так и воспитанники средних профессиональных образовательных учреждений. Главное требование к студентам – отличная учеба и участие в общественной жизни города. Ребятам большое спасибо за то, что они остались в городе, за то, что они учатся в наших учебных заведениях, не только в вузах, но и в колледжах. И самое главное – достигают высоких результатов. Конечно, нужно это отметить. И пусть цифры не самые большие, они, конечно, могли бы быть значительно больше, если бы были возможности нашего бюджета. Но самое важное, с моей точки зрения, это то, что мы, конечно, отмечаем их успехи. Ежемесячная стипендия станет хорошим подспорьем для ребят и приятным стимулом для дальнейших успехов. Успешные результаты можно демонстрировать не только в учебе, но и на службе. В бригаде морской пехоты Северного флота в «Спутнике» состоялся чемпионат по тактической стрельбе. В соревнованиях приняли участие 14 команд, состоящих из военнослужащих, представителей спецназа Северного флота и регионального управления ФСБ, МВД, ФСИН и Росгвардии. В конкурсную программу входили 4 стрелковых упражнения под названиями «Марш-бросок», «Плацдарм», «Эвакуация» и «Нейтрализация». Участники использовали пистолеты Макарова, Ярыгина, автоматы Калашникова, а также имитационные гранаты, пулеметы и бронетранспортер. Стрельба по мишеням выполнялась с расстояния до 300 метров. Лучшие результаты продемонстрировали сотрудники регионального отряда спецназа ФСБ России по Мурманской области «Косатка». А вот кому-то еще только предстоит познать все прелести военного дела. С 1 октября начался осенний призыв на военную службу. В этот раз компания вновь пройдет со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Северный флот к призыву полностью готов. Осенняя кампания стартовала 1 октября. Работу начали и медицинские комиссии. О точном числе новобранцев в военкоме не распространяются. Но цифры в последнее время меняются мало. Комиссарам предстоит набрать около 700 человек, как и в весенний призыв. В первую очередь на призывные пункты будут вызываться первоначальные юноши, которые на 99% будут призваны в ряды вооруженных сил. И в последнюю, в крайнюю очередь, те, которые имеют право на отсрочку и освобождение от призыва. Противоэпидемическим правилам военкоматы уделяют особое внимание. По сути, прием на службу пройдет, как и полгода назад. Потоки людей разделены. Прием призывников в первую половину дня, а посещение по другим вопросам доступно после 15 часов. Новобранцев ждут проверки термометрии, обработка обуви и рук дезинфицирующими средствами. Все это, конечно же, в медицинских масках и с соблюдением социальной дистанции. Также врачи будут проводить барьерные и внешние осмотры. На сегодняшний день медицинским имуществом военные комиссариаты укомплектованы, готовы все призывные пункты и областной сборный пункт к проведению призыва граждан на военную службу осенью 2020 года. Важно отметить, что большинство призывников будут служить в войсках Северного флота в Мурманской области. Лишь 10 человек отправят нести службу в Кремлевский полк. Такие ограничения связаны с целью предотвращения распространения коронавируса в наших войсках. Завершится осенний призыв 31 декабря. От защиты Родины к охране правопорядка. Транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактической операции «Курорт-2020». Специалисты ведомства обеспечивали безопасность детей в пути следования на отдых. В этом году из-за пандемии коронавируса первые группы заполярных детей отправились на отдых лишь в августе. Поэтому последняя смена вернулась с Черноморского побережья только сейчас. Родители встречали своих детей на перроне с шариками и приветственными плакатами. За отпускной период полицейские сопроводили более трёх тысяч детей к местам отдыха. Происшествий в пути зарегистрировано не было. Мурманский морской торговый порт сделал городу-герою подарок ко дню рождения. Портовики подарили жителям оборудованную детскую площадку. Рядом руководители столицы Заполярья и глава предприятия в знак сотрудничества посадили несколько деревьев. Детскую площадку на улице туристов местные жители ждали давно. Раньше в районе дома номер 29А она была, но со временем обветшала и разрушилась. На образовавшемся пустыре буйно цвели сорняки, среди которых стояли старые качели и песочница. Теперь здесь новое тартановое покрытие. Горки и другие развлечения для детей. Ну а родители могут отдохнуть рядом на лавочках. Она совсем небольшая, а может быть и не важно ее размер. А вот количество в городе таких площадок, это конечно очень важно. Ну и нужно отметить качество, потому что действительно работа сделана очень хорошо. Мы из года в год учитываем вот те ошибки, которые у нас возникали в первые годы. Они были связаны с подбором оборудования, с подбором покрытия, с укладкой покрытия, как его правильно положить. То оборудование, которое действительно служит долго в наших тяжелых климатических условиях. И вот это все учтено. Детская площадка – подарок жителям ко дню рождения города от Мурманского морского торгового порта и компании СУЭК. Это пример сотрудничества бизнеса и власти. И он не единственный. Ранее портовики уже помогали городу. Реконструировали скверы и организовали в гимназии номер 8 специальный транспортно-логистический класс. Чтобы закрепить дружбу, руководители Мурманска и генеральный директор порта посадили рядом с площадкой три дерева. У нас на самом деле на этот год есть еще одно обязательство. Мы завершим очередной этап реконструкции и благоустройства двора по улице Карва-Липнихта. И в ближайшее время также его презентуем. Ну а всех мурманчан с наступающим праздником, с Днем Города. Для того, чтобы заходить на площадку со стороны жилых домов было удобно, проектировщики предусмотрели устройство лестницы и пешеходной дорожки. Площадку только открыли, но она уже стала любимым местом для прогулок мам с детьми, живущих неподалеку. Она расположена, как вы видите, в прекрасном месте, с хорошим видом на залив, на порт. Ну действительно такое приятное очень место и уютное, и одновременно видовое. И мы уже сегодня поговорили с жителями, видим, что необходимо продолжить работу по обустройству пешеходных связей, которые ведут к этой площадке. Чтобы люди здесь с большим комфортом смогли спускаться вниз. Хотя вот рядом, видите, что у нас есть лестница, которая обслуживается нашим городом, просто необходимо ее продолжить. Следить за площадкой тоже будет не управляющая компания, а город. Точнее, муниципальная организация «Мурманские городские парки и скверы». Она будет чистить снег, следить за исправностью оборудования. А чтобы уют объекта не нарушали вандалы, на фонарях рядом с игровой зоной установили камеры видеонаблюдения. Героям нашего времени, погибшему при исполнении долга выпускнику Снежногорской школе, открыли памятную доску. У Олега Кувтина, поступившего на службу в ряды Северного флота, должна была быть насыщенная жизнь. Матросу пророчили прекрасную военную карьеру. Не случилось. 23 февраля 1998 года Кувтин находился на боевом дежурстве. Старший матрос погиб от рук дезертира. Парню не было и 20 лет. Такие раны в сердцах матерей не затягиваются. Наталья Николаевна рада, что ее сына не забывают. Что о подвиге Олега будут знать и приносить свежие цветы к черно-белой фотографии. Школа – это начало вашего жизненного пути. Я желаю вам, чтобы этот путь был у вас счастливый и удачливый. Чтобы вас все уважали. Чтобы вами гордились, как я горжусь своим сыном. Гостями новой программы, проще говоря, стала съемочная группа короткометражного фильма «Маша», созданного в Мурманске. В беседе с Элиной Ким, режиссер и оператор-постановщик картины, рассказали о том, почему северные пейзажи подходят для создания триллеров и зачем снимать кино без желания на этом заработать. В условиях пандемии новоиспеченную короткометражку «Маша» пришлось показывать тайно. Во время закрытого просмотра зрители не сдерживали эмоции. Какой-то реакции их хотелось. Мы показали фильм, у нас есть ролики. Вы-то довольны сами результатом? Тем ожиданиям произошли или нет? Да, да, мы вообще не ожидали, что... Ну, точнее, идея эта в том и заключалась, чтобы собрать побольше эмоций с людей. Увидеть эти эмоции, да. Увидеть эмоции, да. Ну, там люди прям плакать начали. Почему самая грустная девочка стала главной героиней фильма? Причем я сценарий уже писал под нее. То есть у вас уже конкретно был образ, да, когда писали? Да, да, сценарий для нее писался. То есть у меня образ был в голове ее, и уже мне было легче какие-то сцены собрать, какие-то диалоги написать, там, какие-то ситуации. То есть я знал, как она будет вести себя уже примерно. Ну, собственно говоря, в ней был уверен, она действительно показала себя очень хорошо. Иде и когда состоится официальная премьера? Планируется показ в научной библиотеке бывший театр кукол. Центр современного искусства. Современного искусства, да, 21А. Мы уже договорились. Сейчас ждем решения с пандемией, то есть... Когда снимут ограничения, да? Да, когда снимут ограничения. И как только вот уже можно будет проводить массовые мероприятия, мы сразу делаем какой-то пост, да, что... Вот дайте премьеры. Все это и многое другое ждет вас в новом выпуске программы, проще говоря, в эфире телеканала Арктик ТВ и на сайте arcticdefis.tv.rf. На этом все. Телефон редакции для ваших новостей 70-13-70. Далее вас ждет прогноз погоды. А я же с вами прощаюсь. Всего доброго и удачи. 2 октября ночью температура по области составит от плюс 6 до плюс 10 градусов. Днем в Мурманске и Североморске от плюс 8 до плюс 9. Ветер южный 1-2 метра в секунду. В Никеле и Манчегорске от плюс 8 до плюс 10. В Апатитах и Кавдоре от плюс 8 до плюс 10. В Кандалакши и Полярных Зорях до плюс 10 градусов тепла. В Кандалакши и Кавдоре от плюс 10 до плюс 10. Продолжение следует...